Смелым не быть Пионерия ушла вместе с Советским Союзом. Как бы не так. В нынешнее время государство и доблестные инициаторы пытаются все заново воссоздать. То время, когда помогали безвозмездно, а дети выступали как юные защитники Отечества. Только теперь эти направления раскиданы по разным движениям. И сегодня мы изучим самую настоящую первоначальную военную подготовку, которую проходят школьники в движении «Гвардейская смена». Погнали! Гвардейская смена. Дата организации движения 29 декабря 2020 года. Основоположник Сергей Лысюк. Герой 604-го Краснознаменного центра «Витязь». Руководитель объединения «Гвардейская смена» является действующим военнослужащим управления Росгвардии. То есть человек не в теории, а на практике знает то, о чем он рассказывает детям и может показать, рассказать очень много чего интересного. Цель движения «Гвардейская смена» — это патриотическое и физическое воспитание молодежи. Для более глубокого изучения профессии спецназ было организовано дополнительное направление. Это «Витязь». «Гвардейская смена» еще была организована вместе с Сергеем Михайловичем Юдакимом. Он разработал для «Гвардейской смены» систему обучения. Система подготовки, как вы уже поняли, такая же, как у силовиков. Мы ее проходили в первых выпусках. Сколько она весом? Класс 8. 8 килограмм. Это только начало, да? Что сказать? Рыба. Итого, вес минимальной снаряги уже больше полусотни килограммов против моего веса. Такая подготовка проходит, естественно, с учетом возраста. Напоминаем. День подготовки спецназа включает бег по пересеченной местности до 50 километров, воркаут и прочий комплекс упражнений для повышения выносливости, стрельба из всех видов оружия, рукопашка, теория и тактика ведения боя. Спецназовец должен быть выносливым и внимательным, потому раз в год каждый член отряда проходит сдачу нормативов. Нормативы спецназа. Кросс 3 километра до 12 минут. 100-метровая дистанция до 11 секунд. Подтягивания на турнике минимум 20 раз. Подъем-переворот минимум 12 раз. Отжимания на брусьях минимум 35 раз. Отжимания минимум 60. Жим лежа не меньше веса бойца до 12 раз. Для их выполнения не нужны сверхчеловеческие нагрузки, но даже при таких требованиях тренировки занимают полностью все время солдат. Пистолет будет, все, ударно-техно с места, руками-ногами. То есть постараться делать синхронно, не спешить. Левое плечо, коробку по 4, вперед марш. Челночный приставной бег, отжимания, подтягивания. Дежавю. Не так ли? Он принялся. Раз. Правильно, это спортивная программа подготовки в школе. И вспомните, для девочек и для мальчиков абсолютно разные экзаменационные нормативы. Но первые всегда делали невероятные успехи в школе. Впрочем, что и наблюдается в гвардейской смене. Последняя тенденция у нас, наверное, они у нас девочки более активные. Вот, потому что над ребятами больше опеки, как бы, мальчиками. И девочкам интересно, они здесь самореализуются, что ли? Поначалу было тяжело, но я хотела, стремилась, чтобы у меня получалось. Хотела добиться высоких результатов в этом. И как-то по своему желанию решила развиваться в этом. Да, им нравится и высотная подготовка, и огневая подготовка. Вы знаете, и даже иногда получаются такие вещи, что вот приемы к самообороне, вы знаете, даже у девочек иногда получается лучше. Да, чем у мальчиков, да? Потому что у них меньше боязнь, там, грубо говоря, там, произвести прием, упасть. Боязнь вот эту, они не боятся. То есть, да, да, на самом деле. И потом уже, конечно, мальчики, ну, мальчики всегда позже развиваются. С виду страшно и сложно. Но, как говорится, глаза боятся, а руки, ноги, голова все делают. Попробуем самореализоваться и мы. Масхалат — это уже традиция. И, к слову, всю снарягу, экипировку дети берут за свой счет. В комплект входит альпинистское снаряжение. Система страховочная. Элемент альпинистского снаряжения. Для страховки курсантами используется беседка. Спусковое устройство — восьмерка. Применяется для страховки. Выполнен из металлического литья. Состоит из двух колец. На большем предусматривается клык, на который навязывается веревка в два или три оборота. Давай, подходи сюда. А это один. Иди, 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 иди. Так. Ручку. Ставьте под ногами на здание и попробуйте. А это держать? Нет, она держит вас. Можно сюда поднимать. Она вот спускается. Нет, это нормально. Она сейчас... И теперь можно на голову отвергаться. Немножко на уровне головы. А-а-а! Фу! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня не получается, потому что впервые столкнулся с этим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok